Здравствуйте! В эфире телеканал АЛАУ новости. В студии Елена Щегельская и коротко о главном. Сегодня в Кустанае подвели итоги работы сферы образования Кустанайской области за прошедший год. Говорили не только о достижениях, но и о проблемах. Каких именно, расскажет Татьяна Калюжная. Коммунальное предприятие «КТЭК» приобрело новые машины, автобусный парк. Предприятие пополнился 12 новыми автомобилями. Алияна Смагомбетова с подробностями. В Кустанайской области ощущается нехватка врачей узкой специализации. К примеру, в главной больнице региона лишь по одному гематологу-инфекционисту. Как привлекают нужные кадры, выясняла Алина Альмишева. Аким Кустанайской области призвал жителей сел, где есть малокомплектные школы, брать детей на патронатное воспитание. Таким образом, по его мнению, дети получат семьи, а школы избегут закрытия. Так как за последние пять лет в регионе из-за отсутствия детей закрыли 63 школы. И еще несколько десятков учебных заведений ждет та же участь. Татьяна Калюжная с подробностями. В Кустанайской области пытаются решить проблему дефицита мест в детских садах. За последние три года охват детей от двух до шести лет дошкольным образованием вырос на 0,6%. И их составляет в общем 91%. И этот показатель планируется увеличить еще на 1% за счет ввода новых детских садов в Аркалыке, Ауликольском районе и Кустанае. Помимо этого, в управлении образования просчитали еще один вариант решения проблемы. Сейчас есть возможность выкупа первых этажей зданий под частным детский садовник в районах ХСК и Юбилейном. Стоимость выкупа составляет от 350 до 450 тысяч тысяч за квадратный метр, что гораздо дешевле строительства нового сада. Мы провели необходимые расчеты и готовы таким образом решать вопрос дефицита мест в подошкольных организациях города. Также это послужит примером для других регионов области. Еще одна проблема малокомплектных школ в регионе все еще много. За 5 лет в области уже закрыли 63 школы. Зачастую в таких школах на протяжении целого ряда лет обучались 1-2 ребенка. Сейчас в 56 малокомплектных школах не набирается и 10 человек. А сохранить учебные заведения, по мнению Акима области, можно с помощью патроната. В регионе официально числятся лишь 142 патронатных воспитателя, которым государство платит зарплаты и деньги на содержание детей. К сожалению, у нас данное направление не развивается. У нас есть хорошие примеры, когда сами учителя берут на патронат. Вот, к примеру, учитель начальных классов приозерной школы Алтанцаринского района Тасанова Розавия Анваровна является патронатным воспитателем трех несовершеннолетних детей. А еще в 90 школах Кустанайской области, а это 20% от общего числа, сейчас вакантными остаются должности руководителей. И здесь, считая таким областью, управлению стоит задуматься, почему это происходит, и исходя из причины решать проблему. Помимо этого, переподготовка педагогов должна идти раз в три года, но учителя учатся у нас один раз в два года, говорит Аким. В связи с этим расходы из бюджета на эти цели увеличились в последнее время в 14 раз. Кумар Аксакалов рекомендует управлению образованием подходить к этому вопросу эффективнее. Алексей Краснов и Татьяна Калюшная, РТН. Врачи по-прежнему в дефиците. В Кустанайскую область в минувшем году прибыло 175 специалистов, но и они не закрыли потребность в медкадрах. Особенно проблематично найти гематологов и иммунологов. По информации Управления здравоохранения, Минздрав принял решение увеличить подъемные выплаты до 10 миллионов тенге для особо дефицитных специалистов. Подробности в материале Алины Альмишевой. В Кустанайской области по-прежнему наблюдается дефицит врачей. На сегодня региону нужно 248 специалистов, из которых 74 требуются в села. В минувшем году в область прибыло 175 врачей разных направлений. Из них 54 остро-дефицитных специалиста. Но даже они не закрыли потребность региона в медицинских кадрах. Действительно, дефицит кадров существует. Министерство здравоохранения в 2023 году принято вопрос по повышению подъемных средств именно для остро-дефицитных кадров, таких как гематолог, аллерголог. На сегодняшний день определяется, что подъемные будут составлять порядка 10 миллионов тенге. К примеру, по данным Управления здравоохранения, в Кустанайскую областную больницу требуется 6 врачей узкой специализации. Главный врач медорганизации рассказал, в каких именно специалистах они нуждаются больше всего. По редким специальностям нам, конечно, нужно заниматься в этом направлении, потому что на сегодняшний день, к примеру, есть один врач-гематолог. Это недостаточно. Проблема кроме гематолога стоит также по аналогии с врачом-инфекционистом. Она у нас, к сожалению, одна, а второй специалист в декретном отпуске. Кроме того, на данный момент областная больница находится в поиске врача-кардиохирурга, который имеет опыт в оперировании. А еще Юрий Моисеев рассказал о том, как они привлекают новые кадры. В поисках работников, ну, инбек.кз у нас там все вакансии выставлены, мы через этот сайт работаем еще, ездим на ярмарки. Вот в прошлом году участвовали в ярмарках, выезжали в южные регионы. Мы туда едем, рассказываем о преимуществах, которых есть при переселении, о тех подъемных, которые выделяются в город 3,5 и до 5 миллионов в сельскую местность. Стоит отметить, что в Кустанайской области самые высокие подъемные выплаты по стране. К слову, в 2023 году их сумму увеличили в очередной раз. Главным условием для получения подъемных выплат является постоянная работа в пределах региона сроком на 5 лет. Хамзан Нурписов, Алина Альмишева, РТН. Другим темам. Автопарк коммунального предприятия «КТЭК» пополнился техникой. В теплокомпании появилось 12 новых машин. Приобрести их помог Экимат города. До конца года планируется закупить еще, что позволит обновить автопарк на 20%, а главное ускорит процесс устранения коммунальных аварий. Алиадас Магомбетова продолжит тему. Рамазан Фазылов недавно пересел на новый комфортабельный автомобиль. Мужчина уже 10 лет работает в «КТЭК» водителем. И все это время ездил на старой машине, которая часто ломалась, и ее необходимо было постоянно ремонтировать. Теперь он получил новую машину и уже оценил ее по достоинству. «Более комфортная она в автомобиле. Так, ну, все, как говорится, для человека. Трудись и трудись. Все нормально, хорошо. Работал раньше на «ГАЗ-53», ну, старенькая. Сейчас вот нормально. Бригаду вожу, устраняем порывы». Называют этот автомобиль автомастерской. На нем возят аварийные бригады, есть место и для ремонтного оборудования. Всего в «КТЭКе» сегодня имеется почти 80 единиц техники. И 70% из них имеет срок эксплуатации более 20 лет. Машины часто ломаются и выходят из строя, поэтому увеличивается и время устранения аварии на теплосетях. Чтобы решить эту проблему, предприятие обратилось в городской Акимат за помощью. И в конце прошлого года было закуплено 12 единиц техники. На это из бюджета было выделено 400 миллионов тенге. «Проблемы были по плане того, что тяжело было. А это улучшает, короче, нашу работу, ускоряет. И это позволит нам быстрее реагировать на всякие наши, если бывают проблемы, трудности, аварии. Это быстрее реагировать и быстрее возобновить нормальную работу, если что-то нарушилось». Закупили и вакуумные автоцистерны. Как отметил директор «КТЭКа», старые уже вышли из строя. Эти же современные и удобные. Еще одно из приобретений – седельный тягач. Раньше у них такой машины не было. Сейчас же, благодаря приобретению, предприятие сможет перевозить габаритные грузы. «В этом году тоже, вот Алматы Ильич говорит, мы запланировали средства тоже на обновление ваше. Я думаю, каждый год будем обновляться для того, чтобы ваши специалисты, люди могли работать в комфортных условиях. Это раз. И самое главное – оперативное решение принимать с помощью новой техники». В этом году планируется приобретение еще 12 единиц новой техники. На это из бюджета выделено так же, как и в прошлом году, 400 миллионов тенге. Это позволит обновить автопарк теплокомпании на 20%. Виктор Ваташко, Лея Досмагомбетова, РТН. Ребенок едва не стал жертвой несчастного случая в Кустанайском микрорайоне аэропорт. Происшествие случилось сегодня, после полудня. По данным сотрудников ДЧС региона, в открытый колодец, расположенный возле дома номер 39 в микрорайоне аэропорт, по неосторожности упала 6-летняя девочка. Очевидцы, жильцы дома, пытались помочь ребенку самостоятельно. До приезда вызванных ими спасателей. В колодце, как сообщается, на высоте 60-70 сантиметров стояла вода. Ребенок оказался в ней. Прибывшим сотрудникам оперативно-спасательного отряда ДЧС доставать девочку из-за подни помогал и неравнодушный прохожий мужчина. В итоге ее извлекли и передали бригаде скорой помощи. По данным руководства детской областной больницы, внешних травм и повреждений внутренних органов медики не обнаружили. Ребенок не терял сознание, но получил переохлаждение. Ее на всякий случай госпитализировали в реанимацию в стабильном состоянии, но при положительной динамике планируется через сутки перевести в отделение. В похищении крупной суммы денег подозревается молодой кустанаяц. По данным полиции, имя он завладел, найдя смартфон, на котором было установлено приложение одного из банков. Подробнее об этом, а также о задержании браконьеров на снегоходе и о растущих стаях собак в городах Кустанайской области. В нашей рубрике «Коротко». Уголовная ответственность грозит кустанайцу, который нашел чужой смартфон. Но не за находку, а за то, что после пропажи гаджета его владельце недосчиталось денег на банковской карте. В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что потеряла свой смартфон. Его нашел молодой человек, который через приложение интернет-банкинга перевел в себе со счета женщины 378 тысяч тенге. 23-летний подозреваемый задержан, но он дал признательные показания. По факту хищения, совершенного с использованием информационной системы, начато досудебное расследование. Максимально ему грозит лишение свободы до 5 лет с конфискацией имущества. Полицейские призывают население устанавливать пароли в банковских мобильных приложениях с обязательной установкой функции распознавания лица. В Кустанайской области полицейскими задержаны браконьеры и его товарищи, незаконно отстрелившие косуль. На территории Алтансаринского района в ходе проведения операции «Браконьер» сотрудники природоохранной полиции провели совместный рейд с егенем Кустанайского областного общества охотников и рыболовов. Группа остановила снегоход под управлением 61-летнего мужчины, который волок две туши косуль. У мужчины имелось и незарегистрированное охотничье ружье. По факту незаконной охоты начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы. За подобное деяние предусмотрено максимальное уголовное наказание в виде лишения свободы до трех лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Очередные ролики с большими стаями бродячих собак появляются в городских пабликах Кустанайской области. В этот раз борющие животных вызывают опасения жителей Аркалыка. По данным авторов видео, в одном из дворов на улице Абая в районе стройки обитают минимум 15 собак, которые по ночам до утра лают, воют, мешают людям спать, а днем растаскивают по двору мусор. Сообщается и о боязни местных детей идти в школу и возвращаться из нее домой. В комментариях по другим видео отмечается, что в этом году в городе развелось очень много собак и вскоре может начаться вспышка бешенства. Ранее тревогу по поводу собачьих стаи били житикаринцы. Сообщалось о нападении животного на 10-летнего ребенка, которому помог отбиться случайный прохожий. По словам местных жителей, собаки живут на центральном рынке под контейнерами и никто ничего не предпринимает. В городе нет питомника, не проводится стерилизация животных и даже их отлов. Другим темам. В Кусанайской области серьезно подешевела гречка. Причем в зависимости от производителя цена снизилась почти в два раза и сейчас доходит до 200 тенге за килограмм. Местные производители этой крупы связывают это с увеличением количества завозимой гречки из Российской Федерации. Она по цене ниже, чем Кусанайская и конкурировать с бизнесменом становится все сложнее. Они уже продают товар ниже себестоимости. Кусанайский завод по производству гречневой крупы сейчас загружен лишь на 40%. Причина, как отмечает его руководитель, не связана с отсутствием сырья, как это было несколько лет назад. Сейчас им стало просто невыгодно производить свою продукцию, потому что на рынок зашла дешевая гречка из Российской Федерации. Она-то и снизила стоимость этой крупы на наших прилавках. Из-за того, что в России переизбыток, цена на гречневую крупу упала. В прошлом году она стоила 450 тенге, а в этом году она уже стоит на данный момент 190 тенге. Это очень дежево. Для нас, как бы, это мы сейчас работаем в минус. Получается, и сельхозтоваропроизводители, кто нам поставляет гречку, они тоже работают в минус. Мы боимся, что, если так дальше будет продолжаться, будут люди сокращать производство гречихи, что скажется в дальнейшем на цене самого товара. Гречка с этого завода продается не только в нашем регионе, но и отправляется в Ктобе, Аматы, Прибалтику, Узбекистан и Турцию. Но из-за цены, которую они не могут серьезно снизить, отправка в эти регионы становится тоже невыгодной. Ведь бизнесмены будут брать тот товар, который дешевле. И пока кустанайская гречка в этом отношении проигрывает конкурентам. Чтобы оставаться на плаву, здесь начали продавать ее дешевле себестоимости. Мы сейчас в данный момент в мешках продаем по 190 тенге килограмм. Чтобы наши сельхозпроизводители выходили на минимальную, чтобы они не были убитки большие, эта цена должна стоить где-то 250 тенге, 300 тенге. Потому что очень сильное падение цены сказалось на то, что на нашем возможности закупа гречихи. Что мы, соответственно, закупаем гречиху дешевле у сельхозпроизводителей. По словам местных предпринимателей, справиться здесь самостоятельно они не могут. Поэтому просят, чтобы государство разработало для них меры защиты. В этом случае предприятие сохранит рабочие места и производство. Серьезную помощь, по их мнению, оказало бы и открытие новых рынков для казахстанской гречки. В частности, в Китай. Но пока таких контрактов у них нет. Хамза Нурпиисов и Татьяна Калюжная, РТН. Новая швейная фабрика открылась в Кустанае. Организация занимается пошивом спецодежды, школьной формы и комплектов для активного отдыха. Предприятию необходимы новые руки. Людей готовы принимать даже без опыта. На производстве готовы обучить всем необходимым навыкам. Мои коллеги с подробностями. Новое швейное предприятие было построено благодаря государственной программе поддержки легкой промышленности страны. И субсидировалось кредитными средствами. Организация в основном занимается пошивом спецодежды, школьной формы и комплектов для активного отдыха. В ближайшее время планируется запуск и новых направлений. Сейчас предприятие готово предоставить новые рабочие места. Сегодня самая главная задача, которую вы выполняете, это создание новых рабочих мест. И не просто новых рабочих мест, а именно женских рабочих мест. Вот сейчас Светлана Валерьевна говорит, если в общем посчитать, около ста сотрудников со всеми швеями, и вы планируете расшириться, дойти до 200, я так понимаю, планы у вас, соответственно, какую-то технику приобрести и так далее. Это очень хорошо. Вот сейчас мы ходили, локализация очень хорошая. Работники фабрики рассказывают, что они занимаются не только пошивом спецодежды, но и разработкой дизайна по эскизу, которые предприятия предоставляют и хотели бы видеть на своих рабочих. Это занимает несколько недель. Потом отшивается пробная форма и отправляется заказчикам, где ее осматривают и дают добро на дальнейшую партию, либо вносят изменения. Мы перевели свой опыт, метод работы по операционной, тем самым нам нужны уже менее квалифицированные швеи, поэтому я думаю, что поток людей пойдет. Плюс мы рассчитываем на девочек, студентов, которые сейчас учатся, которые были у нас на практике на третьем курсе, которые в восторге от нашего производства, и они обещают нам вернуться. У нас немножко есть сейчас девчат, которые в прошлом году закончили институт. Для внедрения по операционному принципу пошива пригласили специалисты из Македонии, который их всему обучил. Теперь же местные швеи смогут обучить новых сотрудников, которые не имеют опыта. Ужасы Синжигитов Алияда Смагомбетова, РТН. Такими были события дня. У меня на этом все. До свидания.